Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня поговорим про очередного представителя перцовой прыскалки польского производства, а именно Газган АРМ-22. По заявлениям производителей, данный аппарат изготовлен из металла по большей части. Малые габариты позволяют скрытно носить его в кобуре на поясе. Реалистичный вид, по мнению производителей, должен эффективно сдерживать нападающего. Забавно, что один из польских магазинов пишет так. Пистолет выполнен из тяжелого сплава, поэтому вы можете использовать его, чтобы нанести удары в непосредственном контакте с нападающим после того, как использовали баллончик. Конечно, забавно, что такое пишет магазин, не так ли? Вес данного устройства 620 грамм. Непосредственно об основной его функции это распыление газового баллончика, радиус действия которого до 4 метров. Одного баллончика хватает примерно на 6-10 кратковременных распылений. Размеры данного пистолета 155 на 115 миллиметров, а толщина 20 миллиметров. Также имеет предохранитель. В активном состоянии спусковой крючок имеет свободный ход. Газовый баллончик по классике расположился в рукоятке устройства. Итак, добрались до самого интересного. Это цена. Цена за границей на данный аппарат порядка 59 долларов, что на наши получается плюс-минус 4,5 тысячи рублей. Подводя итог, по моему мнению, данное устройство вызывает двоякое чувство. Вроде вообще бесполезная штука, а с другой стороны интересный аппарат. В первую же очередь смущает объем газового баллончика. Нигде информации по нему не нашел, но судя по фото, можно смело предположить, что объем 15 миллилитров, что на мой взгляд очень мало. Второе, это его вес. Непонятно зачем, по сути, для аэрозольного распылителя вес 620 грамм. Да, конечно, продавцы в один голос говорят, что таким можно и приложить. Но опять же, залог успешной самообороны это дистанция. А тут нам предлагают идти в рукопашную. Считаю, имеет право на существование, но при условии установки газового баллончика большого объема, что вроде как не предусмотрено. Да и цена ему в 2,5 тысячи рублей. Это потолок. Ну серьезно, пластиковый распылитель газового баллончика, набитый металлом для утяжеления. Не стоит таких денег. Вот такой очередной девайс польского производства найден на просторах интернета. Друзья, спешу также напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте, где различные новости зачастую публикуются куда раньше, чем на канале. А также вторая группа Тактический Алиэкспресс, где я делаю различные подборки товаров с сайта Алиэкспресс. Тактических и не очень тактических, но в любом случае полезных. Залетайте и подписывайтесь. Ссылочки в описании под этим видео. А понравилось видео, тогда поддержи меня братским лайком и подпиской на канал. Ну обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.